Транспортный коллапс, проблемы с парковками, плохое освещение, недостаточное количество мест для отдыха и развлечений жителей. Именно эти проблемы в первую очередь учитывала группа опытных архитекторов перед тем, как приступить к созданию проекта. Главная цель, которую районные власти поставили перед его авторами, избавить Одинцова от ярлыка спального района. Первым этапом достижения Кирцелии служит как раз охотно нового нового проекта города. И это не простой набор иллюстраций, это ориентир для дальнейшего внешнего преображения города. Эскиз будущего, к которому мы должны стремиться. Сегодня у нас в городе больше проблем есть много мелких ежедневных походов, но в то же время мы должны видеть перспективы. Перспективы, которые в ближайшие 5, 10, может быть даже 20 лет. Альбом нового облика Одинцова – это подробный стратегический документ. Перед его созданием архитекторы провели тщательный анализ существующих проблем, изучили опыт других городов. В проекте представили идеи по преображению конкретных зданий и прилегающих к ним территорий, например, у городского суда, железнодорожных станций, у зданий администрации. В презентацию также вошли проекты по созданию новых парков, аллей и мест для отдыха. К примеру, да, например, Одинцовский парк и пруд около соседей Лозынина. Здесь мы предлагаем развитие, например, рекреационных функций, потому что на самом деле это зона лица города, въезда в город со стороны Минского шоссе. И здесь можно создать реально очень активное общественное пространство, потому что рядом живет огромное население. Это не только жители Одинцовского парка, это жители 8-го района. И это тот транзитный поток, который можно, например, пользоваться этим общественным пространством, который едет по Минскому шоссе. Ночная синяя подсветка зданию Можайского шоссе, по мнению авторов проекта, создала бы совсем другую атмосферу в городе. Разработчики предложили сотню архитектурных решений, от самых простых до масштабных, представили пути их реализации. Например, они наглядно показали, как можно улучшить транспортную систему города. Самым важным моментом, что еще важнейшим предложением является возможность соединения железнодорожных виток Смоленского и Киевского направления. Сейчас здесь есть грузовая ветка. Мы предлагаем опустить, собственно, по этой железнодорожной ветке, достроив его по Смоленской линии, общественный транспорт, и тем самым практически создать прямую железнодорожную связь от Одинцова и до Кадумасского, ну, например, как минимум до Внукова. А это камень, вот в основании того фундамента, новой центральности Одинцова, как такого центра пересечения путей, в хорошем смысле этого слова. Экономически успешный город – это город, в котором хочется жить, работать, учиться, отдыхать, в котором легко передвигаться машинам, пешеходам и велосипедистам. Это город, из которого не стремится уехать молодежь. Глава района Андрей Иванов назвал представленный проект ориентиром для дальнейшего развития Одинцова. Скоро его представят на суд жителям района, чтобы учесть в работе их мнения и пожелания. Альбом разместят в открытом доступе в интернете. Город ожидают большие перемены, которые должны начаться уже совсем скоро – со строительства велосипедных дорожек. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.